Ты жмёшь на газ Остановись, подумай на досуге Кто понял жизнь, тот не спешит теперь в испуге Ведь жалкое подобие людей подвержено ничтожным образом идей Добрый день! А сегодня я продолжаю эпопею по герметизации проводки И переукладки в некоторых местах этой проводки С вторым автомобилем Ну и давайте посмотрим, что я там найду Интересного или неинтересного Очень вас прошу, те кто смотрит мой канал Потому что я не всегда бываю в курсе Каких-то недостатков всех китайских автомобилей Если есть у кого-то отснятые какие-то сюжеты С конкретной трактовкой Вот я работаю там, допустим, на Ситраке или на Донфенге Год выпуска такой-то, модель такая-то Вот за время эксплуатации у меня развалилось то-то, то-то И так далее и тому подобное Если есть отснятые видеосюжеты Присылайте их либо мне на WhatsApp Телефон указан в каждом моем ролике На нем же находится и WhatsApp Либо на электронную почту Если эти сюжеты достаточно емкие И в WhatsApp они явно не пройдут Все это ссылки на мою электронную почту Я оставлю под этим роликом Буду благодарен Для чего? Для того, чтобы можно было В принципе Рассмотреть ситуации А что же творится с поломками По этим китайским автомобилям Заранее вам спасибо Продолжение истории с Ситраками Летит масло из выхлопного коллектора Машина еще не ходила Вообще не ходила Новый автомобиль Ну и вот эти все элементы Валялись вот здесь Сборка отвратная Здесь тоже масло брызгает Вот с этого коллектора Масло с выхлопного коллектора Скорее всего это кольца Либо лопнули Но о притирке тут Никаких речей быть не может Потому что когда масло попадает В выхлопной коллектор Это говорит уже о неисправности В поршневой группе И вся проблема в том Что машина еще не работала Если оставить это так Масло будет забрасывать в интеркулер Из интеркулера во впускной коллектор Сначала лягут форсунки Ну а потом и поршневая Но это смерть двигателя по сути Машину только забрали Она еще никуда не ездила Там вулканизирующаяся изолента Имеет два слоя Вот это защитный слой Его снимаете И мотаете вокруг Таким образом она приклеивается И вулканизируется Там кто-то спрашивал Как это делается Да все очень просто делается Не нужно мотать с этой пленкой Там люди писали Что вот у меня все потрескалось Как раз пленка и потрескается Ну и смотрите Да Ну это куда годится Это вот это вот Вот В принципе До заднего части рамы На вырост На второй машине То же самое Монтажный блок Правая сторона Упирается в крепление Провода тут перетрутся Вот таким вот образом Накручивается крышечка И от вибрации Перетрутся Качество сборки Вот такое вот Вот вам Случай с одной машиной Масло из коллектора течет Ну все те же самые недоработки Что и на предыдущем автомобиле Здесь все то же самое Вот вам качество сборки Машины За 10 миллионов Ну и насколько она Хороша Как вы думаете С такими недостатками сразу Ну вот смотрите Смонтировано было Видите Об это крепление Воздушная Магистраль перетрется Ну вот как это делают Две одинаковых машины Вин номер Отличается На три цифры Всего лишь Смонтировано Все по-разному И косяков Много Вин номер На три цифры Отличается А монтаж Разный Это говорит о том Что никакой систематики При монтаже Вообще нет Диагностический Коннектор У них находится Вот здесь И еще в монтажном блоке Есть какие-то И вот в монтажном блоке Висят еще Вот один На одном написано ОБД Вот он А на другом АМТ И вот что они Сюда намудрили Совершенно непонятно Господи Когда же этот Мудреж закончится Вообще у китайцев Нет концентраторов Коншины Они лепят Иногда пины путают Не туда ставят Иногда вообще не ставят Колхоз 40 лет Без урожая Да Ну и по этому автомобилю Что Не работает менюшка На руле Кнопки Не нажимается Левый ряд Течет масло Из коллектора Из выхлопного Приблизительно С первых цилиндров Первый, второй, третий И отказала печка Автономка Вот такое вот чудесное чудо Ну а на сегодня Моя работа Закончена С этим аппаратом После установки Дутов В бак Вот они Вот результат Стружки в баке Полным-полно О, еще и вода есть А вон смотри Вода Видишь Вон она Вода Поэтому и печка Загибается Ну вот Такие сложности С ремонтом Такой техники И ее обслуживанием Китайской Качество Как вы сами видите Что называется На высоте В кавычках Что можно сказать Про этот автомобиль Насколько правда Стоит он 850 тысяч Юаней Я думаю Что туда 2,5-3 миллиона Кладут Продавцы Что еще Можно добавить Не было Нет И не будет У китайцев Качество Сами видите Каждая модель Это игра В рулетку Независимо От того Как она называется Их уже сюда Скоро нагонят Бешеное количество Разновидностей С каждым Производителем Я убеждаюсь Что Качества нет Надо Надо Делать свои Автомобили Это Трагедия Когда в таком Большом государстве В такой большой Стране С таким большим Количеством Протяженностью Дорог Нету Своего Сидельного Тягача Фактически Нету Потому что КамАЗ До СВО Был полностью Поставлялся Из Германии Сейчас Этот же самый КамАЗ Это сборка Под отвертку Китайских Агрегатов И узлов 54901 Двигатель Похоже Стоит еще Липхер Коробка уже Стоит Фасгир Мосты Ханьде Пневматика Сорол Зачем Это нужно Мы Уводим Деньги Из страны От преступления Особенно Сейчас Когда Нам этих денег Остро не хватает Была Задумка У Урала Сделать Сидельный тягач Со спальным Местом Сзади Такой капотник Красивая машина Наверное Бы она Пользовалась Спросом Но почему-то Дальше разработки И опытных Экземпляров Дело не пошло Хотя Урал Неплохой Автомобиль Там Мазовская Силовая Установка Стоит Коробка Наша В принципе Все неплохо Машина Простая Так вот Надо делать Свои машины Хватит Уже Закупать Китайское Лего И собирать Подотвертку Это Преступление Я считаю Ну а на сегодня Все Всего доброго Спасибо за внимание Спасибо за субтитры